Нас 12 миллионов и это не предел. Такой лозунг красуется на первой странице одноклассников. 12 миллионов действительно не предел. Ежедневный прирост сайта составляет от 40 до 60 тысяч новичков. Многие называют проект одноклассники.ру настоящим пожирателем времени для офисных сотрудников. Интернет-ресурс с многомиллионной аудиторией создан в 2006 году Альбертом Попковым. По примеру, зарубежных аналогов. Основные цели сайта – объединение бывших одноклассников, друзей, потерянных родственников, да и просто поиск новых знакомых. Мама моя нашла свою родственницу очень дальнюю. И они не виделись с ней лет, наверное, уже 25. Вот сейчас они переписываются. Она с Севастополя. И они как бы хотят встретиться. Я нашла меня одна дальняя родня, даже которой я не знаю моей же фамилии. Живел где-то очень далеко, не помню, город. А, Кировской области. Ну, я сначала об этом как бы не знал, как бы в игнор поставил. А потом к моему брату, наверное, то же самое. Такое сообщение пришло. Мамка сказала, что это на самом деле наша родня. Ну и вот сейчас общаемся. Я нашел свою одноклассницу, которую даже когда-то любил. Ну, в общем, она переехала в Москву. Ее зовут Виктория. Фамилию сейчас уже не вспомню, конечно. А, Веденеева. Ну и, в общем, с ней стала общаться. Она сказала, что, возможно, даже приедет сюда в Солнечногорск, как-нибудь увидимся. Народная молва приписывает сайту тесные связи с ФСБ. Но в своих интервью создатель одноклассников это отрицает. А вот от лже-анкет известных и публичных людей не уйти. Зарегистрироваться под именем знаменитости может любой. Именно поэтому на сайте около 30 биланов, несколько путиных и прочих популярных личностей. Недавно появился клон и самих одноклассников. С конца декабря Яндекс получил несколько тысяч запросов на сайт сокамерники.ру. Теперь люди хотят искать не только тех, с кем вместе ходили в школу, но и тех, с кем сидели. Но не за партой. Возможности, предлагаемые сайтом, найти сокамерников, корешей, переписываться с ними и даже организовывать передачи и планировать встречи. Пример одноклассников.ру оказался заразительным. В результате были созданы аналоги, такие как ВКонтакте, Мой мир и другие. Похоже, мы являемся свидетелями самого начала соревнования подобных интернет-ресурсов. Одноклассники пока в лидерах. Как будет развиваться ситуация, покажет время. Но уже сейчас руководители многих офисов бьют тревогу. Слишком много времени их подчиненные тратят на интернет-общение в рабочее время. А потому системным администраторам все чаще даются указания заблокировать локальную сеть от того или иного популярного сайта. Продолжение следует...